здравствуйте уважаемые подписчики на связи артем уточкин и сегодня мы выходим с 8 выпуском рубрики прямая линия с артёмом в этой рубрике я видео формате отвечаю на ваши вопросы которые вы мне задавали по почте и в соцсетях если вы любитель настольного тенниса но до сих пор еще не посмотрели нашу специальную серию уроков для любителей по технике базовых элементов которые кстати говоря посмотрела уже более 10 тысяч человек то вам стоит это сделать прямо сейчас по ссылке в описании к этому видео но мы переходим к сегодняшнему вопросу прос нас от станислава он был такого характера здравствуйте артем прошу подсказать или показать на видео когда меня атакуют с ближнего расстояние в правую сторону между рукой и тулущим мертвая зона не знаю как отбиться значит смотрите что здесь мне хочется сказать по вот этой вот мертвой зоне как как правило мертвая зона находится вот где-то здесь вот да от центра и немного правой части если вы стоите примерно в центре левой половинки если пытаетесь вот всю эту зону играть справа то вы а так или иначе некоторые мячи будут вам приходить в эту очень неудобную можно сказать в некоторых случаях мертвую зону что делают сильнейшие спортсмены мира сегодня чтобы прикрыть эту зону при современной перестрелки при современной скоростной игре спортсмены начали занимать несколько другую позицию не такую как это было 20-25 лет назад раньше как бы подавляющее количество атакующих действий выполнялась правой стороной и спортсмены 75 где-то процентов площади стола закрывали именно так и справа сейчас эта ситуация изменилась для того что играют очень быстро спортсмены кроют ну едва ли едва ли не 60 процентов левой стороной то есть многие всю эту левую половину закрывают именно левой стороной для этого спортсмены стали занимать другую позицию если раньше основная позиция была примерно в центре левой половинки то сейчас она сместилась ближе к центру и всю вот эту зону так сказать мертвые спортсмены закрывают левой стороной то есть таким образом они им комфортно достаточно играть из правого угла за счет хорошего передвижения они с правой стороной также накрывают центр правой половины и хорошо закрывает всю эту мертвую зону левой стороной вы спросите а что же с косым левым углом да если мяч идет косо влево здесь спортсмены как бы научились выполнять топ спин и атакующие действие прием топ спина из левого угла в какой-то степени вместе с передвижением ногами давайте сейчас посмотрим небольшую зарисовочку я вам покажу действия спортсменов современном настольном теннисе из центра стола да то как они играют из центра стола именно не правой стороной они играют именно левой стороной покажу вам немного как идет передвижение когда в тот момент когда мяч идет непосредственно в левую сторону как идет передвижение для игры левой стороной начнем рассматривать то о чем поговорили на примере японской уже суперзвезды тамакадзу харимото в матче против малонг он выполняет длинный прием подачи под атаку и обратите внимание какое положение занимает у стола он находится правее середины левой половинки то есть находится ближе к центру именно такое расположение у стола позволяет закрыть большую часть приемом левой стороной или как многим удобнее говорить бэкхендом малонг начинает атаку в центр стола как раз так называемую мертвую зону в локоть японца что делает харимото он переводит вес тела на правую ногу и за счет этого туловище ракетка смещаются на добрых 25-30 сантиметров вправо что тут же позволяет закрыть мертвую зону левой стороной плюс к этому он еще немного вводит локоть вправо то есть если в стандартной ситуации ракетка находится ровно по центру туловища то в данном случае она находится грубо говоря под правым локтем но нюанс такой позиции в том что в ней неудобно или даже невозможно находиться долго поэтому такая позиция является динамической я бы даже сказал скользящий спортсмен находится в ней мгновение пока выполняет прием а дальше ноги выполняют небольшой прыжок вправо чтобы восстановить баланс тела кстати в случае харимото этот прыжок не так бросается в глаза потому что он еще не высок ростом его тело в принципе более юрко и можно даже сказать сбалансированы поэтому рассмотрим это движение ногами на примере игры из локтя дмитрия вчерова его соперник тима бол направляет мяч в локоть и дмитрий выполняет тот же маневр что и харимото смещает вес тела на правую ногу и уводит локоть правее дальше выполняется прием и в процессе окончания движения ноги делают прыжок вправо чтобы перевести тело вновь сбалансированную позицию еще раз отмечаем что эта позиция когда вес тела смещен на правую ногу делается как бы скользь и тот же принцип используется чтобы сыграть когда мяч идет косея под бэкхенд сначала вес тела уходит теперь уже на левую ногу и рука выставляется в сторону мяча здесь прямо в процессе выполнения движения ноги выполняют небольшой прыжок влево чтобы вернуть телу сбалансированную позицию ну и вот еще один показательный розыгрыш сначала фан жэндонг использует этот принцип для того чтобы сыграть из косой точки бэкхендом а затем и дмитрий не так явно но все же используют это движение ногами чтобы принять более косой мяч при этом еще раз обратите внимание на то какую позицию относительно стола занимает дмитрий овчаров процессе игры на приеме эта позиция ближе к центру чем к левому углу я надеюсь что данная информация поможет станиславу и поможет другим моим подписчикам любителям настольного тенниса и еще раз подытожу моя рекомендация в сегодняшнем настольном теннисе а который ускоряется как я надеюсь и даже и на любительском уровне вот эту зону до мертвую крыть левой стороной то есть вполне себе можно немного смещаться на правую ногу и вот из этой неудобной точки играть левой стороной это всегда будет более контрольно чем пытаться отсюда играть правой стороной то есть заранее как бы из этой зоны готовьтесь играть левой стороной и используйте то передвижение которое вам показал для того чтобы играть с мячей которые идут косо влево так вы займете более комфортную позицию у стола и вам будет комфорт не отвечать практически со всех мячей благодарю вас за просмотр и буду признателен за лайк этому видео и комментарий а еще вы можете нажать на колокольчик под этим видео чтобы не пропустить наши следующие выпуски дело в том что youtube теперь показывает оповещение о выходе нового видео на канале только тем кто нажал на этот колокольчик меня зовут артем уточкин я прощаюсь с вами до следующих выпусков и желаю категорических успехов в настольном теннисе